Партия Действия и Солидарность вернет в госбюджет почти 50 тысяч леев. Решение было принято Центр-Избиркомом, так как эти деньги были пожертвованы в ходе избирательной кампании в нарушении закона. Тем не менее, такое мягкое наказание не было применено в случае с Мариной Таубер, которая в 2021 году баллотировалась на пост мэра Бельса, которая за превышение финансового плафона была исключена из избирательной гонки. Эксперты считают, что власти действуют несправедливо и что это является злоупотреблением со стороны Центра-Избиркома. Центральная избирательная комиссия призвала партию Действия и Солидарность перечислить в государственный бюджет 1936 леев и 47 тысяч 30 леев соответственно. Деньги, полученные в качестве пожертвований, в нарушение закона. Решение было принято на заседании 9 ноября и, по словам заместителя председателя Центра-Избиркома Павла Постикая, в избирательной кампании ПАС финансировалась людьми, которые не имели права этого делать. Речь идет о двух пожертвованиях от физических лиц, которые не имели достаточных доходов в течение 2023 года для таких выплат. Эти финансовые ресурсы были использованы в избирательной кампании на президентских выборах. Если вы обратите внимание, эту меру мы предприняли относительно второго тура президентских выборов. Мы спросили, почему КПАС применили такую мягкую меру, в отличие от той, которую применили к Марине Таубер три года назад, когда она баллотировалась на пост мэробельцы, была исключена из гонки на том основании, что потратила больше денег, чем заявила. В ответ постиг и сказал, что эти ситуации разные. В случае с Мариной Таубер, она была исключена из избирательной гонки за превышение лимита расходов, разрешенных в избирательной кампании и использование незадекларированных финансовых ресурсов. Здесь речь идет о получении пожертвований, значит, человек не имел права совершать эти выплаты. Разница перечисляется в государственный бюджет, и партия не имеет права использовать эти деньги. Эксперты критикуют двойные стандарты, применяемые Центр-Избиркомом, конкурентам на выборах. Адвокат Юрий Марджиняну заявил для нашего телеканала, что это не первый случай, когда в отношении Майи Санду и ПАС применяются предупреждения или минимальные санкции, а против неудобных конкурентов применяются более жесткие меры. Это нелогично. Как они сами могут их снять? Вы можете себе представить, да? В ситуации, когда партия финансируется и от нее требуют вернуть эти деньги в качестве наказания, то есть в виде наказания вернуть в бюджет страны, поскольку она не была должным образом профинансирована. Я не думаю, что из-за такой большой ошибки можно снять с избирательной гонки целую партию или кандидата. Но если вспомнить, что произошло тогда, когда отстранили Марину Таубер, то там речь идет о пицце, купленной для избирательного штаба. Там деньги были потрачены, видимо, не предусмотренные бюджетом, а здесь деньги были предусмотрены в бюджете и потрачены согласно бюджету. Но собрали их неправильно. Неправильно с тех людей, которые должны были дать эти деньги. Это финансовое нарушение. Как правило, за такие мелкие нарушения партию или кандидата не отстраняют. Это всего лишь отклонение. Но то, что они делают, просто издеваются над кандидатами, которые им не нравятся. Будь то он от Шора, от Платона, что он человек Путина, что он человек Меркель и так далее. Более того, Мэрджиняно утверждает, что в 2021 году Марину Таубер не должны были снимать с избирательной гонки. Конечно, могло произойти ровно то же самое, что и в данной ситуации. Так вот, 100% той суммы денег, которая была потрачена, не была аргументирована в отчете для ЦИК. Их надо было оштрафовать на эту сумму и перечислить в госбюджет. В этой ситуации они сделали то, что хотели. А они хотели снять Марину Таубер. Это уже серьезное отклонение. Можно было придумать много мелочей, чтобы снять Марину Таубер. Что и случилось. Критикует решение ЦИК и бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский. По его словам, власти должны были занять аналогичную позицию в схожей ситуации. Павловский заявил, что радикальное наказание, такое как отстранение от участия в выборах, не применяется в демократической стране. Я считаю, что в целом в нашей стране, да и в любой демократической стране, такого рода наказания неприменимы. Нельзя снимать кандидата с гонки. Такого быть не должно. Это из области диктаторских, тоталитарных режимов. Только они таким методом пытаются избавиться от конкурентов. Так же и здесь спас. Я считаю, что если кто-то что-то превысил, то надо применять денежные наказания. Штраф или выплата денег в госбюджет, но не отстранение от гонки. Напомним, что в 2021 году кандидат от партии Шор на должность примара Бельс Марина Таубер была снята с избирательной гонки за час до открытия избирательных участков, поскольку превысила максимальный потолок, установленный циком, на 9,5 тысяч леев. Отметим, что на заседании 9 ноября Центр избирком также принял решение приостановить с ноября 2025 года выплату пособий с государственного бюджета политической партии «Партия за будущее Молдовы», пока политформирование не выплатит штраф в размере 102 тысяч 940 леев за неисполнение предыдущего решения комиссии. Согласно этому решению, партия должна была перечислить в госбюджет сумму, собранную за счет пожертвований, которая превышала установленные законом лимиты.